Держатся отчеты, можно распечатывать отчеты по статистике, по выношенной съемке, можно распечатывать отчеты по контролирующейся звуков и отчеты по уровню, отчеты по калибровке. Счастливые отчеты при создании соответствующих путевиков будут сейчас выкупаться. Сорок тратчиков будет содержать информацию о каких-то целях, которые вы хотите увидеть. Я говорю, что покажу, как их определять. Вы можете создать каталог этих файлов, но иконки не надо пока. Значит, ну, это так, обзор, да, что это в этой программе есть. Значит, давайте создадим, при создании нового проекта вам автоматически запустится мастер. Мастер создания проекта. Значит, этот мастер пройдется у нас по всем шагам, необходимым и достаточно для того, чтобы создать проект, и ничего не забыть. Давайте попробуем, как помогает здесь сделать. Значит, можно стартовать с пустым проектом, можно использовать для проекта в качестве шаблона какой-то предназначенный. Для этого мы выбираем нижний пункт и выбираем проект, с которого мы будем скопировать все настройки. Значит, скопируются настройки, но не скопируются данные. Съемочные. Ну, давайте добавим его. Делаем жутку. Хорошо. Значит, пишите все английские буквы, потому что будут проблемы с единицей. Что же такое? Что здесь? Дисключит. Здесь записываются метаданные вашего проекта для того, чтобы когда через пару лет вы откроете этот проект, вам было понятно. Номер проектов, игр, название, цель, кто заказчик, кто подрядчик. Units. Здесь можно выбрать, с каких единиц будет измеряться замельчение. Но тут много всего. По умолчанию стоит метрическая система и морские единицы будут сложить в узлах. Координатная система. Это очень важно. Здесь вы задаете про какую-то мою систему координат, и вы будете работать. Как правится. Значит, можно здесь выбрать либо уже существующее предустановление, либо создать свое. По умолчанию всегда будет выбирать вот это вот для регионов. У нас за эти координаты не стреляют? Да нет, за эти координаты. Потому что там пересчет явный, показанный, с одной системой, с другой. Эти данные абсолютно открытые. Они в любых программах есть. Сейчас. Если ты попробуешь в истинных координатах поработать, или попробуешь самостоятельно абсолютно координаты пересчитать куда-то, да? Я, пожалуйста, не поговорю. Это не правда. На сих пор не отменена, скажем так. Нет. Есть система общесоединительных координат, и некоторые вещи в них засекречены. Занят. Но это не значит, что это не можно пересчитывать на СК-42 или на СК-45. Совершенно за. Есть ГОСТ. Пожалуйста, ради бога считай. По ГОСТу переводи или вводи поправки про локальную информацию и работы. Именно так и работает. Потому что по-другому никак материалу не знает. Значит, ну для России есть неустановленные значения. Для Чёрного моря 37-я зона. Если вы работаете в УДА. Вообще в какой системе чаще всего вы работаете? В УДА? Да, обычно. Обычно в УДА. Ну, в принципе, это правильно. Потому что тут с ВЖС прямой металлический пересчёт идёт. И исключаются всякие ошибки за трансформацию. За разные параметры трансформации. Да, существует гидрометлический формат международной гидрометлической организации. Раз 60, там три параметра. Есть ГОСТ. Можно по ГОСТу считать. Есть ещё всякие разные определенные параметры. Не знаю. Ара, геодезия, определяя параметры, пересчёт. Ну, в каждом месте с вами. Значит, можно просмотреть всё, что у нас здесь заводится. Какие параметры. Ну, вот эти гидрометрии. Гидрометрия. Центральный. Если возникла необходимость создать новую систему координат, мы можем нажать кнопку U. И опять же мастер проедёт нас по всем шагам. Там задаётся. Надо это показать координат? Определить. Будете вы работать в какой-то другой системе? Да, не надо. Не надо, да? Не будут забивать голову, потому что, в принципе. Коордирующий слой. Да. Там, в принципе, всё понятно. Куда-таки, для лечения вводить. Следующий слой. Формат. В форматах здесь, ну... Сколько... Сколько... Десять... Знаков после запятого. Не доказывается ли, да? Каждый из вещей. Да. Для географического кардена. Четыре. Ну, четыре – это новое, скорее. Дальше. 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 А вы выбрали градусов. Да. Раз в эту секунду, да? Ну и для секунд забираем. Пятьдесят. А вы зацепили. Для... Прямоугольных элементов. Видите, это тоже сетипедерно. А всё остальное, то, что у нас не касается. Это давление, всякие... Плотность... Плотность... Плотность, которая используется в новом виде. Третья сладка – log files. Значит, здесь мы определяем порядок наведования наших дальцев и куда они будут пройдутся. Значит, log director – папка, в которой будет всё сохраняться и уметь нельзя. Есть опция backup log director. Если у вас сетевое хранилище существует, вы можете назначить путь и сохранять копию всех ваших файлов где-нибудь там. На нас себе. Значит, то есть сетка, которая должна быть на мегамитах, потому что иначе будет всё это тормозить, что изможно. Значит, доименование файлов. Существует автоматическое. Можно выбрать конкретные параметры, которые вы можете отображать в названии у судна. В названии ваш галстер. Можно добавить свой текст. Файл history. Нет смысла никакого использования файлов. Это окно. Здесь записывается история изменения файлов. Это, опять же, для углубления применяется, когда надо отследить, что происходит в системе. Ну, это был бы вариант. Задача. Disk space. Тоже не следует здесь ничего выключать. Значит, можно удалить данные под фаршистой 7 дней или когда диск осталось меньше, чем 10 гигабайт. Но, опять же, использовать в гидрографике это не стоит, потому что потеряете данные, а потом остановите изможности. Звуки, тревог. Ну, по умолчанию стоит использовать пищалку компьютера. Ну, можно вот так вот сделать. Было всё, в принципе. Значит, здесь оставляем всё. В опциях всё по умолчанию. То есть, наверное, на сфероге работаем. Который поступает с координатой с приемлема. GPS time parameters. Lip second. Значит, система... Знаете, да, что такое время? Нет. Нет. Lip second. Это, значит, система Novstar. Была запущена в 85-м, 84-м году. И она не имеет коррекции по времени. Скорость вращения земли неравномерна. И Международное бюро времени и параметров земли, оно кто добавляет, кто отнимает одну секунду в конце года. Точнее, не в конце года. Это может произойти дважды в год, в конце 31 июля или 31 декабря. Дополнительная секунда либо добавляется, либо отнимается. Вот на текущий момент 16 секунд добавлено. Если что-то изменится, надо на сайт просто зайти и смотреть, добавили с ней новые секунды. То есть, в последующих конце года и в конце года. А если не глядел? Ничего страшного для вас не будет, в принципе. Это для того, чтобы перейти от системы, от времени GPS к UDC, к универсальному академиуму времени. Сонар также параметры. Здесь мы указываем, какие мы будем задавать для целей параметры. То есть, когда мы обозначаем на карте, видим цель, мы ее помечаем, мы можем присвоить ей какие-то атрибуты. Вот здесь эти атрибуты прописаны. То есть, это не набирательный раз, а рак или файп труба. Ну, здесь сервис с вами делаем. И готов к кончению. Да. Хорошо. Ну, это иконки можно адресовать, но это почему-то не работает функционально. И все-таки она угрыбается. Для перейти. То есть, кнопочку добавили, а для дела не так. Следующий шаг конфигурации. Мы выбираем приложение, в котором мы будем работать. Multi-Mix. Значит, конфигурация определяет количество драйверов, которые вам будут доступны. Здесь будут отключены все кентринометры, энкодеры, датчики скорости, копности, потоков. Чтобы они просто вам не мешаются и не могут. Походим же. Будет это что вам нужно. Все. Настройка проекта, в принципе, закончилась. Дальше идет настройка конфигурации. То есть, в проекте может быть несколько конфигураций. Вы можете создать, я не знаю, несколько типов, с которыми вы будете работать. И потом быстро переключаться. Какие типы я ее веду. Сам простой пример. Штампы вы можете подвести на левый борт, на правый борт. Все это измерили, написали. И мы сделаем две конфигурации. Левый борт, правый борт. И потом быстро можно будет переключаться. Вот здесь два вкладки. Вы выбираете, нужно конфигурацию работать. Чтобы каждый раз не будет влазить. Палет за палет. Раз выписываем. Вот, называем нашу конфигурацию. Допустим. Вот, называем нашу конфигурацию. Трясеры влезут. И далее. Значит, мы добавляем, в следующий шаг добавляем судно. Каждый раз, когда вы создаете проект, и разные суда, они попадают в общую папку. И вы можете в свое судно выбрать уже... Все суда, которые у меня по компьютере есть в проект, они все недоступны. Я могу любую из них взять. А могу создать новое. В данном случае надо создать новое. В данном случае надо создать новое. При создании судно мы можем использовать какое-то уже бывшее в качестве шагона. Дальше мастер пройдет у нас по несколько шагам. Создание судно. Первый шаг – это создание координатной системы судно. Здесь мы задаем оффсеты для каждых наших устройств. Гробые узлы, на которые мы потом будем монтировать наше устройство. Правильно? Углавляем оффсет. Оффсет 2.0, он, по сути, всегда по умолчанию удалить нельзя. Это референсная точка. Зеро оффсет. Дальше нам нужно ввести сюда местоположение нашего охлота. Значит, x, 8x – это в правом борт. От нулевой системы от нуля координат y вперед и z вверх. Относительно чего? Относительно того системы координат. Относительно какого-то условного нуля. Он может быть где угодно. Значит, как правило, этот ноль возвращает там, где находится датчик кача. Но на больших пароходах, например, на сейсмических пароходах, там уже есть координат. Все точки измерены. То есть, ты помнишь, просто со спецификацией мы не слышим. Ну, координат там. И сюда заводится. Там ноль может быть. Так это координаты чего, представляемые? Это координат. Ну, антенны. То есть, именно координаты антенны. Координаты антенны – относительно некой условной системы координат на судне. Да, значит, ногу координат на судне. Да, значит, ногу координат на судне. Ну, если у нас ноги в координат, то это сейсм. Ну, и вот у нас икс. Значит, это по антенны с наёвом борту висит. Значит, икс будет отрезать. Ну, давайте там. Ну, у нас метр. Нет, там не метр. Ну, сантиметров 20. Ну, неважно, ладно. Неважно для него, для того, чтобы было видно на чертеже. У нас 20 метров, сколько будет. У – это направление вперёд, да? Ну, у нас практически по нолям получается. И Z – значит… Два метра. Ну, да, вырубка там два метра. В порядке, значит, двух метров, да? Вниз. Вниз. То есть, тоже минус два, да? А, ну, плюс он не может. Больше, чем два метра. Ну, ну… Нет, у нас, как колена, полтора метра. У штаны. И там два колена. Да, два колена. То есть, сейчас там же три метра, а она торчит на доктор. То есть, я не могу думать. Да. Тут вопрос Росслава. Обязательно указывать, да? Это минус. Плюс уже не может быть. Может. А может в воздухе у тебя болтаться датчик? Конечно. С какой точностью? Значит, если вы работаете в режиме… в GIF-режиме, то точность должна быть, ну, порядка, там, пара сантиметра. Если вы работаете в РДК – полсантиметра. Ну, и если в РДК-сервис, то сигналы подключатся, то вы тоже полсантиметра. Значит, дальше добавляем… ну, GPS, да? Это местное положение базового центра антенны. Видите? И так написано. Значит, GPS антенна у нас находится тоже на левом во рту. Да? По Y она будет занята. Сколько метров? Ну, 4, наверное. То есть, минус 4. И по Си. Да? От этого будет на левом ху. Плюс 2, соответственно. И все это надо с левом ху. А? Это все надо с левом ху. Да, да, да. Не то, чтобы проверить, но измерить и написать. Опять же, на фонаря написано. Значит, после того, как вы создали систему ассетов, нажимаем кнопочку «I love you» и видим, как располагаются наши оптены. Значит, NGS, да? Моголочевой холок. Вот он. Слева от 0 в 1 м. Вот. Все правильно, да? В 1 м. И ниже, нежели 0 тарминал. Значит, мы правильно. Знаки не перепутали, да? GPS, например, находится в зале, по крайней мере. И выше 0. Значит, мы все сделали. Смотрели. Закрыли. Значит, следующий параметр... А, ну, можно создать свой судно. Можно экспортировать его в DxC, из файлов DxF. Можно адресовать его самостоятельно. Редатор не очень удобный. Задаем узловые точки по координатам. Ну, неудобно. Неудобно. Неудобно сделано. Подкладываю VxF. Может, я беру под нужный масштаб, под которыми мы идем. И... 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 Как это подглядывает на дальнюю счету? Только на визуализацию. И все. Чтобы было видно, где шелупа отсюда находится. Да. Можно просто схематично показать, где карма и вперед. Да. Вот так. Ага. Значит, рисовать можно как сверху. Снизу, справа, слева. Значит, для заказчика важна карстинка. Да нет. На самом деле, удобно, когда идет не какой-то там непонятный паракубик, а кардинка в масштабе хотя бы. Чтобы примерно так понимать. А для этого прямоугольничек не установил. Да, можно прямоугольничек не установил. Значит, VaxCine для 3D моделей есть, кто-то увлекается. 3D модерирование можно, чтобы у вас... Ну, это для этих самых. Уже для... Действительно, для заказчика можно снять красивый контейнер, какой-то 3D парфюре или 3D новое. Как он все зависит от презентации. Ага. Дальше, значит, пошли параметры. VasselDraft. Осадка судна. Этот параметр не влияет ни на что в программе, кроме отображения глубины ниже тела. Если вы здесь что-то напишите не так, страшного ничего в этом не будет. Ваши данные будут достоверны. Единственное, что если вы во время лайга захотите вывести глубину ниже тела, она у вас будет образоваться некорректно. То есть, вы здесь... То есть, можно спокойно вывести. Да, просто. Сюда вписывается теоретическая осадка этого суммы. Метод. Метод. Включить. А вот силуэвов – это очень важная увеличина. Это высота вашего кога, как бы, да? Ну, вашего нулевого отсека. Над уровнем моря. Точнее, наоборот. Высота уровня моря на вашем нулевом отсеке. Если бы у нас окон стоял на голове колота, под водой, здесь была бы положительная увеличина. Так как он стоит на верху, здесь будет отрицательная увеличина. Ну, то есть, нет. Волота. Следующее окошко. Высота уровня радиуса. То есть, радиус разворота судна, радиус циркуляции. Значит, он... В программе вы можете задать параметр, когда у вас текущее положение судна будет соединено со следующим галстом кривой. Это радиус, этот кривой. То есть, в принципе, тоже он ни на что не влияет. Только на отображение на экран. Ну, откуда они думают? Это маневренные элементы судны. На мостике. На мостике. На каждом суде на мостике. Ну, где 25 метров не бывает такого радиуса? Почему? Километр на больших судах. Нет, ну почему? Ну, попробуй. Не на месте, это же не машина. Не, ну, все равно. Ну, где-то вот, на наших судах там где-то метров сто примерно. Вот, значит, одна на шамбе, так вообще он там 10 метров. Ну, в общем... Радиоциркуляция, в общем, да? Да, радиоциркуляция и судно, да. Ну, и все еще складки, значит, как, что у вас, надводное судно или подводное аппарат. Да. У нас, у нас, у нас тут же, собственно. Далее. Дальше нам мастер предлагает создать конфигурацию оборудования. То, что у нас будет находиться непосредственно на судне, от чего данные будут собираться. Ну, пойдем прямо по порядку. Компас нужен был? Нужен. Убираем компас. Убираем драйвер, который мы будем использовать. Me, Archea, HBT. Это тот курс, который будет поступать в софт. Добрый драйвер. Значит, и в параметрах настройки порта мы поговорим, по какому из портов будут поступать данные. Если они поступают по ком-порту, то сюда мы его выбираем. Вот, например, тринадцатый. Мы выбираем драйвер. Ну, понятно. Пойдем ОК. Порадует. Порадует. Стринадцатый пункт или драйвер. Если у нас сетевой протокол. Мы говорим L, SOBI, ОК. Называем ОФНС. Аж, дай-дай. И задаем параметры порта и показания. По которым будут поступать данные с нашим устройством. Например, для текущей конфигурации задаем настройки. И номер порта. Эти настройки можно посмотреть, когда мы настраиваем output в опте. Эти настройки мы откуда-то прям в шнуре. Это документация искать, если что, да? Нет, это вы настраиваете сами. Можно настроить любые параметры, по такому и все остальное. То есть вот эти цифры надо взять из настроек вывода опроса. Нажимаем ОК. Значит, после того, как у нас компакт здесь появился, мы уже все настроили, чтобы слепую не работать, есть вот такая кнопка, то есть вот клавиша на девайс. Нажимаем меню. У меня на моем экране появляется вот такое вот окошко. А почему курс ТСС не берем отдельно? В протоколе один ТСС нет курса. Так только данные по укачке. И если у нас данные поступают в реальном времени, у нас вот здесь зеленая галочка горит, и мы видим реально продолжение текущего курса. Это справедливо будет для всех датчиков, которые мы будем дальше проводить. Значит, двойным кликом на устройство мы можем вводить некоторые параметры. Например, Heading Carriage. Если у нас компас стоит не в диаметральной полости слуха, а мы хотим, чтобы курс был, допустим, наша окна совпадала с плюсом судового компаса, мы здесь можем подкорректировать, ввести отсек угловой. Gear Time – это время между измерениями, максимальное время между измерениями. То есть, если в течение пяти секунд сигнал не поступает, На моем снашем пяти секунд сигнал в весна, где это время остается на моем сношем сношем. Взвучися на моем сношем кольчике.